Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! У нас сегодня пятница, и мы приглашаем вас снова на нашу прогулку. Сегодня я хочу снять видео про ситуацию украинских беженцев в Великобритании. И у меня вчера был разговор с одной из знакомых, они беженцы, из Донецкой области. И у них вот сложилась интересная ситуация с жильем и вообще дальнейшим пребыванием здесь. Давайте я вам вкратце расскажу историю. Женщины из Украины, двое детей. Одному ребенку 6 лет, а другому 14 лет. То есть сейчас они живут в Великобритании по визе беженцев, которые на 3 года. По этой визе дети могут бесплатно учиться в местных школах, и она имеет право работать. То есть это все с правом на 3 года. Приехали они сюда где-то в апреле месяце, еще вот в самом начале войны. И все это время она никак не могла устроиться на работу. Они получали какие-то льготы. Немного. Но я так поняла, что все это время, потому что они жили у спонсора, то есть они не тратились на некоторые вещи, такие как свет, газ, вода, да. У нее нет машины, то есть ей не нужно было тратиться на бензин, страховку и прочие вещи. Плюс всячески помогали из продуктов питания. Питания она очень много не покупала, потому что у нас живет вместе со спонсором, они вместе как бы кушают, питаются. То есть все это шло в складчину. Вот. И она подкопила кое-какие деньги. Вот в конце августа она нашла работу, частичная занятость, где-то там в пиццерии. Она работает уборщицей, потому что уровень английского все-таки не позволяет ей найти какую-то более квалифицированную работу, хотя она по образованию могла бы найти что-то более как бы соответствующее уровню. Но уровень английского не позволяет это сделать. Плюс отсутствие личного транспорта, а здесь это необходимость. Личный транспорт это ноги, это свобода передвижения. И для того, чтобы работать, машина нужна. Ну так вот, как и многие украинцы, которые здесь еще с самого начала войны, она столкнулась с такой проблемой, что они просто-напросто надоели уже спонсорам. Понимаете, все это дело очень-очень уже затянулось. То есть они полгода уже там живут. Никто не рассчитывал, что война затянется на полгода, да? А все думали, что это как-то на 3-4 месяца и рассосется. Но, к сожалению, это не быстро. И вот чисто мои предположения, что, наверное, война не закончится до февраля месяца. Знаете, вот она в феврале началась, в феврале закончится, и потом еще какое-нибудь название этой войне дадут, типа, лютое, освободительное. Но речь сейчас не об этом, а о том, что человек здесь уже прожил полгода. Надо понимать, что у всех украинцев здесь случаи частные, разные, и у всех по-разному. Кто-то прямо понимает, что ему здесь ничего не светит, ничего его не держит. Это дома муж, родня, дом, который, может быть, еще не разбомбили, да? И они не пытаются здесь задержаться. И очень многие собирают вещи и уезжают назад домой в родные пенаты. А вот в данном случае у этой женщины ехать пока сейчас некуда. Там, откуда они, полностью отсутствует система отопления, водоснабжения, нет ничего. И в данный момент ехать с двумя детьми в холодную зиму, на зиму глядя, вообще нет смысла. То есть она хочет пока остаться здесь. Но есть еще один такой нюанс. То есть дети ходят в школу, и старшему сыну 14-15 лет. То есть пока война была, вот эти полгода, ну даже не полгода, а уже 8 месяцев. Старший ребенок пропустил выпуск 9 класса в украинской школе. То есть у ребенка нет аттестата зрелости за 9 класс. Но сейчас он ходит здесь в 10 класс британской школы. То есть если он еще немножечко поучится здесь в течение года, да, то он сможет получить аттестат зрелости местного образца, GCC, если он сдаст. Мальчик, кстати, учится очень хорошо и очень смышленый. И с английским у него вообще нет проблем. Вот что интересно, дети за полгода вообще очень хорошо адаптировались, выучили английский язык и влились, скажем так, в местную среду, в отличие от взрослых. Ну и вот, я поговорила с этой женщиной, вернее она поговорила со мной и спрашивала советы, как им вообще быть в этой ситуации. Ну и в разговоре мы выяснили, что вообще у нее далеко идущие планы. Развиза на 3 года, то она хотела бы все 3 года здесь отсидеть и более того, как-то доучить старшего сына не просто до окончания 11 класса здесь и получения, допустим, корочки с GCC, да, а чтобы еще он пошел здесь в колледж, на что я ответила, что, наверное, это плохая затея. Почему? Потому что учебу после колледжа она здесь физически не потянет. Это раз. Семья ее с украинским мужем развалится, это два. Но невозможно семье жить на таком расстоянии, это не каждый выдержит. И лучше им, допустим, получить GCC, да, это было бы честно по отношению к ребенку, который пропустил 9 класс в Украине, и уже уехать в Украину, и там закончить 11 класс и получить аттестат зрелости, чтобы он с этим аттестатом зрелости мог поступить в украинский университет. Если уж на то пошло, ей очень хочется, чтобы ее старший сын здесь учился, то пусть он возвращается по завершению украинского вуза и поступает здесь на, допустим, программу мастера, которая будет длиться, допустим, от года до двух. И она, кстати, эта программа потом дает право на получение визы, интерншип. Это когда после студенческой визы иностранные студенты имеют право два года после получения диплома оставаться в стране, работать и получать опыт работы. Ну, скажем так, подтвердить свой диплом, да, местное образование. И очень часто эта дорога ведет к получению гражданства. Ну, это уже другая тема для разговоров, это как бы не в этом. Ну, вот смотрите, скажем так, да, удивительно для меня, удивительное дело, украинцы такой интересный народ, они из всего пытаются сделать выгоду. И это очень хорошо. Я считаю, что это молодцы люди. То есть никто ничего не унывает, да, война не война. Жизнь продолжается, нужно к чему-то стремиться, нужно делать какие-то планы. И вот, чтобы очень многие, кстати, впадают в депрессию, а вот женщина молодец, они остались без ничего, приехали, знаете, с двумя пакетами, двое маленьких детей, денег в кармане особо-то не было. И она, вот смотрите, поставила перед собой какие-то цели и движется к ним. Но проблема в данном, в ее случае заключается в том, что они надоели хозяйке. Она устала. Вот, кстати, очень многие англичане, они не рассчитывали на свои силы, и очень многие стали выгонять украинцев. У всех по-разному получается, знаете, кто-то на самом деле просит, прямо выселяет, да, звонит в каунсел, в местный наш сельсовет, и говорит, найдите им другое жилье, мы уже больше с ними жить не можем. А вот хозяйка вот этой женщины, она начала, знаете, разговоры издалека. Что ты сидишь на попе ровно, какие твои планы? Ну, я посоветовала этой женщине, да, ну, давайте условно назовем ее Мария. Я посоветовала Марии не ходить молчать, а говорить о своих планах. Говорить о том, что старший ребенок пропустил девятый класс в Украине, что ему нужен аттестат, что ему нужно до логического завершения образование получить, потому что там, как бы, все потеряно. Нужно говорить ей о том, что нет отопления, нет газа, нет, возвращаться некуда. То есть не держать их в неведении, потому что... Вот мой совет украинцам, даже если у вас языковой барьер, старайтесь, пожалуйста, коммуницировать, да, потому что эти люди, англичане, у них другой менталитет, они не хитрые, вот вы, украинцы, хитрые, в хорошем смысле этого слова. Но, смотрите, вам нужно озвучивать свои планы на жизнь, что вы хотите, как вы видите ситуацию, делайте так, будто вы спрашиваете совета, консультируйтесь со своими спонсорами, да, потому что вы все-таки у них живете, и так или иначе, да, они получают на вас какие-то там деньги, по-моему, 350 или 400 фунтов на то, что кто-то живет у них в семье, да, но поверьте, эти деньги не покрывают те расходы, которые вот эти спонсоры несут ввиду вашего пребывания в их семье. Потом англичане, британцы, это такой народ, это, наверное, впервые в жизни вообще в истории этой страны, когда вот такое массовое, скажем так, поселение людей вообще чужой культуры внутри в семье британцев. Британцы очень сердобольный народ, благотворительность, это вообще национальное хобби, помогать кому-то, объединиться для... Вот знаете, это здесь прямо очень любят, кого-то спасти, кому-то там протянуть руку помощи. То есть я, наверное, нигде таких людей больше ни в какой стране не видела, как в Великобритании. Благотворительность, это где-то вот на генном уровне у британцев, поэтому... Но это люди как бы со стороны выглядят такими очень добродушными, простыми, и почему-то наши выходцы из бывшего Советского Союза почему-то думают, что они дурачки. Они не дурачки, они очень умные люди. И, кстати, вот в отличие от американцев, англичане не особо любят притворяться там фальшивыми улыбками и прочими такими, знаете, маскировками. Они очень часто могут промолчать про свои истинные ощущения, но очень умеют это выразить в трех словах или даже просто изобразить, знаете, таким этим выражением лица. Ну так вот, мой совет вам. Делитесь своими планами со своими спонсорами. Не таитесь от них, не думайте, что вы хитрее, умнее. Более того, вот эта вот Мария, она решила съехать на отдельное жилье. Понятное дело, что если ребенку учиться в местной школе еще полтора года, то ей нужно отдельное жилье. Та женщина, ну просто не может она жить с ними прямо вот сколько там, виза три года, и чтобы она вместе с ними три года жила. Она не обязана это делать. У нее должна быть своя личная жизнь, свое личное пространство. И в данном случае я, допустим, Марии посоветовала так, поговорить с ней, объяснить ситуацию прямо вот без всяких хитростей. Я бы, ну только я посоветовала, конечно, не выдавать все это такими большими порциями, как она мне выдала. Знаете, планы про университет, это как план персонального развития на 10 лет вперед. Я говорю, нет, не надо так, говорю, это пугать людей. Расскажи о своих планах до конца 2024 года, не больше. И говорю, не сильно, говорю, вдавайся в это, в детали. Пусть она тебе поможет, допустим, снять другое жилье. Помощь не денежная, не материальная, нужна от спонсора. А знаете, чтобы переселиться на другое жилье и самостоятельно жить, нужен кредитрейсинг. Нужно, чтобы у вас была фулл-тайм работа. Нужно, чтобы вы могли внести депозит. Очень многие вещи необходимо иметь. И по визе беженца, ну, очень многие сервисы для вас будут просто закрыты, включая аренду, самостоятельную аренду жилья. Поэтому нужно рассчитывать будет на свои силы. И в данном случае спонсор может помочь каким образом? Она может дать reference of good character. Да, для estate agency, это, для агентства по недвижимости, это один из существенных документов. Reference of good character, это означает, что вы хороший человек, что вы не съедете, не оплатив. Вы не съедете, не сбежите, разгромив квартиру, жилье, что вам можно доверять, и что вы вполне такой адекватный человек. То есть у вас нет каких-то там... То есть вы не наркоман, не дебошир, не пьяница. И вот в таком плане. Я не знаю, получилось довольно-таки длинное видео. Но я думаю, что некоторые украинцы, может быть, подчеркнут что-то полезное из моего видео и поймут, как вообще двигаться. Но вот, кстати, я отговорила эту женщину рассчитывать на университет здесь. Почему? Потому что университет здесь стоит бешеные деньги. Здесь местные, ни у кого нету, допустим, платить по 9-10 тысяч фунтов в год за обучение. Поэтому очень многие берут student loan, заем студенческий. И, по сути дела, студенты очень многие, выходя из стен университета, еще, знаете, не найдя работу, ничего, а у них уже кредит на них висит, который они должны отдавать. И они этот кредит потом выплачивают чуть ли не до 50 лет. То есть зачем такая кабала? Я считаю, что не нужно. Высшее образование можно получить в Украине, и оно будет не хуже. Более того, ваш ребенок уже будет с образованием, и он здесь может только, допустим, закончить какую-то программу с мастер-дегреей. То есть и получить еще большую квалификацию, более высокую. И быть более конкурентно способным на рынке труда. И не только в Великобритании, а вообще в любой стране Европы. На этом у меня все. Я надеюсь, кому-то было полезно это видео. Всем добра, берегите себя. Пока-пока.